Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Галина Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эту пятницу глава государства Владимир Путин провел рабочую встречу с в Рио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым. Глава региона доложил президенту о поддержке участников СВО. В регионе ввели единовременную выплату бойцам за ранения, а также дополнительные выплаты для членов семей погибших военнослужащих. В Самарской области реализуется программа «Время героев», которая помогает участникам СВО реализовать управленческие навыки. Кроме того, глава региона рассказал президенту о решении задач в сфере медицины, образования, сельского хозяйства и транспорта. Особый акцент сделан на региональной инвестиционной политике. В этом году в Самарской области завершится реализация порядка 30 инвестпроектов на сумму более 240 миллиардов рублей. В Самарской области подготовили комплексную программу развития, для чего провели более 100 сессий с жителями муниципальных образований и с бизнесом. В Самаре открыли движение трамваев по улице Новосадовой, от Нововокзальной до Барбошиной поляны в оба направления. В этом году в рамках капитального ремонта там заменили более трех километров путей, смонтировали систему ливневой канализации, установили новые стрелочные переводы и выполнили другие важные виды работ. В преддверии нового учебного года трамваи вернулись на свою прежнюю схему следования. В Самаре обновляют дорожное покрытие на улице Аменева. Подрядчик укладывает около 8 тысяч квадратных метров асфальтобетона в границах Московского шоссе и улицы Новосадовой. Перед этим отфрезеровали старое полотно, заменили люки смотровых колодцев и дождеприемников, подняли их на проектную высоту. На участке трудится 26 человек, задействовано 12 единиц техники. Используется асфальтобетонная смесь последнего поколения. Работа производится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Напомним, что сроками завершения ремонта на улице Аменева жители поинтересовались у главы Самары Елены Лапушкиной. Глава города сообщила, что закончить работы планируют до конца недели, к началу учебного года. Ведь обеспечению комфортного и безопасного подъезда к учреждениям образования уделяется повышенное внимание. На данном участке находятся два социально значимых объекта. Это детский сад и школа. Поэтому было принято решение именно эту улицу охватить ремонтом в этом году. На данном участке мы уже отремонтировали все въездные группы межквартальным территориям. Сегодня у нас будет проходить ремонт именно основного входа. Отметим также, что укладка асфальта на Аменево началась от улицы Новосадовой, а именно от новых трамвайных путей, которые были уложены в процессе капремонта линии наземного электротранспорта. Новое покрытие дороги уложено вровень с рельсами. На всех этапах ремонта работы остаются на контроле. Глава Самары Елена Лапушкина вместе с представителями профильных департаментов и подрядных организаций побывала на стройплощадке на улице Чернореченской и проверила, на каком этапе сейчас находится обновление двух новых городских пространств – бульвара от улицы Владимирской до Спортивной и будущего здания молодежного театра «Мастерская». Что осталось сделать на объектах и укладываются ли подрядчики в заданные сроки, расскажет Светлана Кудрявцева. Уже в следующем году в здании бывшего кинотеатра России откроется Самарский молодежный драматический театр «Мастерская». Сейчас на объекте продолжаются работы внутри и снаружи. Оценить ход реконструкции приехала глава города Елена Лапушкина. В театре оборудуют большой зрительный зал с поворотной сценой на 218 мест. Малый зал на 85 мест – детскую театральную студию. Появится большой вестибюль с выставочными пространствами и холлами. Ведутся внутренние отделочные работы. Собирается механика сцены, оборудование которой будет непосредственно технологически влиять на эксплуатацию самого концертного зала. Выполняются технологические подключения. Сейчас вот мы видим, что теплотрассы заходят в здание. И, в общем-то, работы ведут в соответствии с графиком. Подрядчик, согласно муниципальному контракту, должен справиться с реставрацией до конца года. Вблизи мастерской также кипит работа. Бульвар на улице Чернореченская, проезжую часть и пешеходную зону благоустраивают в рамках двух национальных проектов – безопасные качественные дороги и жилье и городская среда. На первом этапе ресурсники провели модернизацию всех инженерных коммуникаций на участке – тепловых, газовых, электрических сетей, труб, водоснабжения и водоотведения. Следующей задачей специалистов стал ремонт проезжей части. Сейчас остались у нас работы по нанесению разметки, включению светофора по выезду на Владимирске. С 1 сентября улица будет открыта. Работы по дорожному нацпроекту уже в стадии завершения, а работы в рамках второго контракта выполнены на четверть. Уложены дорожки, проводятся вопросы по планировке территории, где будут газоны. Дальше будут посажены кусты, перголы поставлены, мафы. Ну и, соответственно, я думаю, что срыва сроков здесь точно не будет. Закончить благоустройство бульвара должны до конца октября. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гольцова выехала к жительнице Самары Галине Челноковой, которая обратилась к эмбудсмену со своей проблемой. Женщина пожаловалась на качество ремонта в доме. Районные власти со своей стороны обещали оказать помощь в кратчайшие сроки. Наша съемочная группа выехала на состоявшуюся встречу. Подробности далее. Галина Челнокова – мать погибшего участника СВО. Сына, который ушел на фронт по мобилизации, потеряла в июне этого года. Женщина обратилась к уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гольцовой, чтобы рассказать о своей проблеме. В ее квартире, где делают ремонт, работы выполнены некачественно. Администрация мне обещала помочь безвозмездно, оказать благотворительную помощь, чтобы благотворители, которые хотят помочь матери погибшего мобилизованного, которой я являюсь, в моей квартире, чтобы установили межкомнатные двери, демонтировали отросток чугунной канализационной трубы и сделали разводку холодной воды с установкой прибора учета. Уполномоченный по правам человека Ольга Гольцова и глава промышленного района Данил Морозов выехали на место, чтобы посмотреть, как выполнены работы. По словам Галины, ей не сделали разводку воды, нет наличников на дверях, а канализационную трубу установили выше нужного уровня. Региональный омбудсмен в ходе визита выяснила, что есть и другие проблемы. Нас интересуют и те выплаты и льготы, получила ли семья или не получила. И, как выяснилось, со слов мамы погибшего, пока выплаты не получены. Поэтому мы в обязательном порядке подключимся через Министерство обороны и через Центральный расчетный счет Министерства обороны для того, чтобы эти выплаты поступили. У военнослужащего есть семья, которая проживает в Новокуйбышевске. Двое детей, которые пойдут в школу, жена погибшего проводит текущий ремонт, и одна с детьми, конечно, вряд ли сможет эти работы сделать. Поэтому мы в обязательном порядке сегодня же свяжемся с администрацией Новокуйбышевска и попросим взять на контроль все работы, которые необходимо сделать. А в квартире матери погибшего военнослужащего недочеты обещали исправить в ближайшее время. Конечно же, поможем сделать благоприятные условия для проживания в самые кратчайшие сроки. И хочу сказать спасибо Фонду защитника Отечества и Ольге, и Дмитрию Гольцовой за то, что они тоже не остались в стороне и подключились к этой проблеме. Уверен, в самое ближайшее время мы сделаем условия проживания для Галины Владимировны максимально благоприятными. Сам дом, который также нуждается в ремонте, тоже приведут в порядок. Сейчас на средства Фонда капитального ремонта обновляют кровлю. В 2025 году запланирован капитальный ремонт инженерных систем и фасада. Территорию возле дома жителям предложили благоустроить по одной из действующих программ – содействие или инициативное бюджетирование. План работ по площадке районные власти договорились отдельно обсудить с инициативной группой жильцов. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События. В Самаре прошел 21-й областной конкурс профессионального мастерства водителей автобусов Самарской области. Участники соревновались в два этапа. Сначала теоретические на знания ПДД, а потом демонстрировали умения в скоростном маневрировании на автобусах, на которых каждый день выходят в рейс. Подробнее в нашем сюжете. Опыт, ответственность, стремление к повышению профессионализма. В Самаре состоялся финал областного конкурса профмастерства среди водителей автобусов. Его провели в Самарском регионе в 21-й раз. За право лидерства в профессии боролись несколько десятков участников. Это водители из Самары, Сызрани, Тольятти, Новокуйбышевска, Отрадного, Кенеля и Жигулевска. Конкурсанты сначала продемонстрировали свои знания ПДД на теоретическом этапе, а потом приняли участие в скоростном маневрировании. Участники должны были проехать в ограниченном пространстве, показать параллельную парковку и движение задним ходом, развороты и подъезд к остановке. Под каждый вид транспорта конусы во время прохождения заданий переставляли. За каждый сбитый конус начислялись штрафные очки. Тольяттинские водители муниципального предприятия собрали целую россыпь наград на областном конкурсе. Они выиграли золото во всех дисциплинах, в которых участвовали, и одержали командное первенство. Алексей Суржин признается, старался просто получать удовольствие от своей любимой профессии. Этот настрой и помог победить. Да все отлично вообще, без проблем. Уже не первый год участия. Команда транспортного предприятия из Самары завоевала третье место. Бронзу в личном зачете заслужил и самарский водитель Вероника Аболенская. Организаторы соревнований подчеркивают, конкурс проводится с целью повышения качества обслуживания пассажиров и безопасности перевозок общественным транспортом. Водители, которые регулярно совершенствуют свое мастерство, затем и на маршрутах лучше справляются с нестандартными ситуациями. Конкурс предназначен для того, чтобы выявить лучших водителей. К этому конкурсу водители специально готовятся. Поэтому для города мы получаем в копилку дополнительные навыки и умения конкретного водителя. Стоит отметить, что готовясь к соревнованиям, водители совершенствуют свои навыки не только в рамках рабочих обязанностей. Многие заранее изъявляют желание подать заявку на конкурс и тренируются даже после рабочих смен, после выходов на городские маршруты, становясь примером для коллег. Когда они принимают участие, они отдыхают душой. Они проявляют свои качества организаторские способности водительского класса, показывают свой уровень подготовки. И, собственно говоря, это мотивирует другой личный состав. Кроме того, участники конкурсов первыми допускаются к работе с новыми автобусами, которые поступают в парки в рамках различных программ. К нам идут новые специалисты предприятия. С учетом того, что приобретается новый поддержанный состав, люди, пришедшие на предприятие, им предоставляют новый поддержанный состав, на котором они могут отстажироваться и в дальнейшем работать. Победителям вручили медали, кубки, ценные призы. Также они будут защищать честь региона на всероссийских соревнованиях. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События. В преддверии нового учебного года в Самарском дворце ветеранов состоялась концертно-развлекательная программа «День Громотея». Она прошла для детей с особенностями здоровья. Подробности в нашем сюжете. Самарский дворец ветеранов каждый год открывает свои двери для детей, чтобы устроить праздник в преддверии Дня Знаний. В этот раз программа «День Громотея» собрала 50 юных участников из разных районов города, а также их родителей. Среди будущих школьников – ребята с особенностями здоровья. Главное на нашем мероприятии, на нашем празднике – это создать позитивный настрой у детей и у родителей, чтобы встреча со школой прошла с большим желанием, с таким хорошим настроением и дала заряд вот этой бодрости на весь учебный год предстоящий. Для ребят устроили веселые игры на свежем воздухе, провели танцевальный флешмоб с ростовыми куклами. А в зале гостей ждал кукольный театр с постановкой «Сказка о потерянном времени». Среди гостей праздника – многодетная мама Мария Крапивцева. Она пришла с двумя детьми, чтобы они смогли окунуться в атмосферу веселья. Нам очень понравилось. На улице играли с детьми. Бучок как весело скакал, зарядки, дети улыбались, и представление очень прекрасно подставлено. Кроме того, для будущих школьников Дворец ветеранов подготовил выставку «Детство Никиты». Она основана на одноименной повести Алексея Толстого. Детям, конечно, интересна она с точки зрения того, как показан ребенок, как показано его детство, какими игрушками он играл, какие у него были учителя. А для взрослых и сама повесть, и эта выставка может быть интересна тем, что она показывает взаимоотношения детей и взрослых. В завершении праздника детям вручили сладкие подарки. Августина Охременко, Сергей Баскин, События. Дарить цветы учителю в День знаний – давняя традиция. Это способ выразить педагогу признательность и уважение. Красивый букет порадует учителя и вызовет теплую улыбку. Как выбрать композицию, сколько придется за нее заплатить в этом году, и есть ли альтернатива цветам, выяснила Ксения Баканова. Совсем скоро для школьников наступит 1 сентября. Трудно представить себе ребенка, который идет на торжественную линейку без цветов. Букет для такого случая нужен особый – небольшой, удобный и правильно упакованный. По словам флористов, букет лучше покупать утром, а не накануне праздника. Если такой возможности нет, то цветы нужно правильно хранить – в холодильнике или под кондиционером. В вазу обязательно налейте побольше холодной воды. Флористическая губка, также известная как «оазис для цветов», – это незаменимый помощник флористов. Материал служит основой для букетов в корзинах и коробках. Губка не только хорошо впитывает воду, но и удерживает в себе букет. А за счет короткого стебля жидкость быстрее попадает в цветы, и они дольше остаются свежими. Что касается цветовой палитры, то в этом году спрос на нежные букеты в розовых или фиолетовых тонах. Эксперты отмечают – можно собрать композицию на любой вкус и кошелек. Опытный флорист сможет составить букет даже из трех цветков. Одна хризантема в упаковочке условного будет стоить 400-500 рублей. То есть вполне себе букет для первоклассника коротенький. Но вообще в среднем цена маленького букета будет от тысячи – это самое дешевое, это как раз-таки маленькие сумки – до 2000 рублей. Средняя цена – 1500 рублей. А если хотите подарить общий букет от класса, то он обойдется в 5000 рублей. Что касается сортов, то самыми стойкими считаются хризантема, альстермерия, диантус, эустома и гладиолус. Съедобный букет – это универсальный, практичный, а главное – вкусный подарок. Им можно порадовать любого человека, независимо от пола и возраста. Тем более, что существует множество вариантов. Стаканчик. В его составе фрипсовые розы, орехи и конфеты из манго. Удобный и бюджетный вариант. Его стоимость – 650 рублей. Настоящий кладезь витаминов – это букеты сухофруктов. Хранить такой презент можно целый месяц при комнатной температуре. А если в композиции есть орехи, то они хранятся 2-3 месяца. Весит меньше килограмма и обойдется в 1600 рублей. А вот такая корзинка подойдет тем родителям, которые решили порадовать учителя коллективно. За такую композицию придется заплатить 2100 рублей. Здесь собраны сухофрукты, чай и необычные розы из яблок. Это полностью натуральный продукт – яблоки. Я их тонко режу и в сушилочке сушу в дегидраторе. Покрашены они пищевыми красителями, покупаются в кондитерском магазине. То есть, когда вы покупаете, допустим, торт, то там используются точно такие же красители. Они абсолютно безопасны, тем более, что использую я их в минимальном количестве. Конечно, не стоит забывать про букеты, собранные с конфет. Такой подарок можно дополнить открыткой или шариковой ручкой. Специалисты отмечают – сладкая композиция никого не оставит равнодушным и точно запомнится учителю. Ее стоимость – 1700 рублей. Если тот же чай с теми же конфетами упаковать в красивую обертку, подарить в виде букета, это будет и приятнее, и презентабельнее, и смотрится уже как подарок, а не как просто какой-то банальный презент. Помните, подарок для любимого педагога не обязательно должен быть дорогим. Главное – подарить его с душой, теплом и любовью. Ксения Баканова, Николай Сидоров, Сергей Баскин. События. На Самарской набережной открылся «Волга-фест». На пляже расположено арт-пространство с лекториями, сценой и уличным театром. Фестиваль проходит до 1 сентября. Подробности расскажет Елизавета Прокопенкова. Игорь Шадрин связал свою жизнь с театром 30 лет назад. 15 из них занимаются уличными постановками. В этом году его театральная труппа выступает на «Волга-фесте». Спектакль ставили вдохновившись образом ловца снов. Он и появляется на сцене. Огромный круг диаметром 4 метра. Еще одна ключевая составляющая в постановке – огромные куклы. Через ловца и через этих кукол мы боремся со злом, побеждаем зло, добро и так далее. Ну, то есть какая-то такая она мифологическая история, которая, ну, такое полушоу, полуспектакль. Поэтому это перформанс. 9-й «Волга-фест» проходит на Старой набережной в районе Красноармейского спуска. На пляже расположились арт-объекты, сцены, лектории, уличный театр и многое другое. Фестиваль посвящен теме «Другие берега». Каждый год мы спускались, все как бы подходили ближе к Волге. Сначала мы начинали на променадной части набережной, потом спустились на песок, делали разные программы на воде. А в этом году решили вообще сделать тему «Другие берега», попробовать сделать часть программы на противоположном берегу, на острове Проран. И там вы можете увидеть архитектурную программу с разными инсталляциями, объектами, которые там останутся. И можно в течение сентября-октября приплывать и смотреть. Для самарцев на сцене сыграют 17 музыкальных групп из разных регионов страны. Со всей России собрались и театральные труппы. Театральная программа довольно насыщенная для нас в этом году. У нас тема фестиваля «Другие берега», поэтому, несмотря на то, что мы несколько лет подряд ставили своими силами спектакль на фестивале, в этом году мы решили как раз от этого отойти, чтобы пригласить как раз театральные проекты из других регионов. Мы приглашаем всех на фестиваль, мы приглашаем всех открыться такому чувственному восприятию, попытаться прочувствовать этот момент. «Волгафест» проходит до 1 сентября. Расписание мероприятий можно узнать на официальном сайте или в социальных сетях. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров, События. С медом, яичным белком, сметаной и желатином. В интернете предлагают всевозможные рецепты уходовых масок для лица из натуральных продуктов. Какие маски самые популярные? Расскажем о рецептах, а также о том, что думают об их эффективности и пользе врачи. Любовь Виханова тщательно следит за своей внешностью, посещает косметологов, а также 2-3 раза в неделю делает домашние маски для лица. Рассказывает, за годы экспериментов остановилась на трех вариантах масок, которые считает наиболее эффективными. Первая маска моя самая любимая. Туда входит яичный белок, сметана или греческий йогурт. Я вообще греческий йогурт обожаю в любом. Это и на завтраке, и на лицо наношу, но в данном случае у меня сметана. Ну и, естественно, крахмал. Любой, кукурузный, картофельный, неважно. Вначале нам нужно отделить белок от желтка. Сбалтываем белок интенсивно. Просто кисточкой можно, можно ложечкой. Вот у меня специальная такая. Сбалтали мы белок. Затем добавляем сметану или йогурт. И только после сметаны мы добавляем крахмал. Почему? Иначе он будет плохо растворяться. Теперь добавляем крахмал. Тоже такую же ложечку я, без горки. Вот, смотрите, получилась однородная, прекрасная масочка. Ее используют для придания лифтинг-эффекта. Говорят, что эта маска может заменить процедуру ботокса. На самом деле это, конечно, миф. Данный вид масок с юбидективным может быть комфортным в использовании для жирной кожи. Но, опять же, нужно думать о том, что яичный белок может быть также аллергеном. Поэтому людям с непереносимостью белка нужно все-таки делать какую-то сначала кожную пробу. Вторая маска. Для этого понадобится нам тоже три ингредиента. Это желатин, вода и 2-3 таблетки активирного угля. Эта маска очищает поры лица и убирает черные точки. Для начала мы замачиваем желатин. Берем одну столовую ложку желатина и разбавляем с двумя ложками воды. То есть мы замачиваем желатин, чтобы он разбухал. Тут главное все тщательно перемешать, чтобы все было однородно. Ну и сейчас нам нужно буквально 2-3 минуты, чтобы желатин разбух. А сейчас мы измельчаем активированный уголь. В принципе, можно его заранее было замочить немножечко с водой, потому что он достаточно твердый. Давайте-ка я чуть-чуть все-таки добавлю. Так лучше, быстрее. Добавляем этот уголь к желатину. Все это, естественно, нужно тщательно перемешивать. Следующий этап. Буквально 20 секунд разогреваем все это в микроволновке. Так, вторая маска у нас готова. Но прежде чем ее наносить на лицо, обязательно нужно проверить температуру. Считается, что эта маска избавляет от черных точек, потому что это аналог всем известных масок пленок, так называемых. Ну, ее наносится в проблемных зонах, на область носа и подбородка. Однако отзывы достаточно противоречивы. Почему? Потому что в домашних условиях сложно добиться той нужной концентрации, для того, чтобы действительно эта маска получилась, так скажем, в нужной консистенции. Может вызвать также местное раздражение за счет механического повреждения кожного покрова. И третья маска позволит нам избавиться от морщин и пигментных пятен. И она состоит всего из двух ингредиентов. Особенно она актуальна в конце лета. Я беру небольшую вот такую ложечку меда и добавляю такую же ложечку сметаны. Вот у нас получается такая, в общем-то, приятная текстура. Масочка готова. Такая маска многим любима, так скажем, потому что можно получить положительный эффект за счет того, что сметана оказывает смягчающее действие. Но нужно помнить о том, что мед – это очень аллергенный продукт, и можно получить достаточно сильно аллергическую реакцию. Врачи-дерматологи предупреждают, прежде чем нанести маску из натуральных ингредиентов на лицо, сделайте пробу на запястье. Убедитесь, что нет аллергической реакции. А в случае ее возникновения выпейте антигистаминное средство. Если оно не помогло, нужно обратиться к врачу. Виктория Шарая, Константин Головин, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok